У нас последний день, мы сегодня улетаем. Я вас возьму с собой, покажу, что мы будем делать. Надеюсь, вообще видео получится хорошее, и всем всё понравится, будет интересно вам смотреть. Смотрите, мы как будто во Франции. Это Франция, это всё Франция. Последний день мы просто решили прогуляться по городу, сходить в знаменитую кофейню, где выпекают пенец, а также подняться на самое высокое здание. Пока мы шли до кафе, мы решили заглянуть внутрь Кафедрального собора Святого Людовика Короля Французского. Это старейший действующий католический собор в Соединённых Штатах. Оригинальная кофейня Дюмон была основана в 1862 году на французском рынке Нового Орлеана. Это традиционная кофейня, в состав меню которого входит кофе и знаменитый биньец. Квадратный пончик во французском стиле, щедро посыпанный сахарной пудрой. Пришли в музей, который ведёт нас на крышу в конце. А вот это вчера с вами пробовали, мы пробовали вот это, вот это и вот это. Такой интересный музей здесь. Мы поднялись на самое высокое здание здесь. И там вот вначале то, что вы увидели, это был как бы музей. И вот сзади меня вот такая красота. Так что да. И вообще нам показали фильм про Нового Орлеана. Это такой интересный город с такой интересной историей. Тут было куча людей из разных культур. Они принесли вот каждый по чуть-чуть, и получилось одно целое. И это просто прекрасно. Поэтому да. Нового Орлеана очень, очень интересное место посетить. Очень необычное и очень отличается от всех городов, которые я видела в Америке. Смотрите, там плывёт корабль, и у него цвета как будто он русский. Наш корабль плывёт, наш. Меня забирает в Россию-матушку. Смотрите, это я на фоне города Магетного. Жутко-жутко. Мы уже взяли нашу еду, два сэндвича, попоели немножко. И бежим. Я буду последний раз ехать на додже. И мы улетаем сюда. Такой прекрасный Нью-Орлендс. И такая прекрасная у нас с вами получилась поездка. Уже в аэропорту улетаем. Прекрасный был. Ну, вообще вся поездка была прекрасной. Катание на додже. Вообще отдельный плюс. Я хотела рассказать вам, что у нас произошло. У нас полёт идёт с пересадкой. То есть сначала мы летим в Техас, и потом оттуда уже в Сан-Франциско. От Нового Орлеана до Далласа мы сидели вместе. А потом мы сидели отдельно. Наши места были посередине. Мы решили смотреть, есть ли какие-то места, чтобы купить их. И там было одно место у окна за 7 долларов. Мы такие купили. И нам распечатали билет, но номер билета был на флайд, на полёт. Который из Нового Орлеана до Далласа. И я подошла к тёсеньке и сказала, что мы покупали с Далласа до Сан-Франциско. Нам нужно туда. И она там что-то делала, делала, делала. И отдала. И такая говорит, ну как я поняла, вы просто хотели сидеть вместе. В общем, она сделала так, что теперь мы отсюда до Далласа. И с Далласа до Сан-Франциско сидим вместе. Хотя до этого такого не было. И в общем, да. Такой махинацией стоило 7 долларов. Рекомендую. Спасибо, что смотрели. Буду ждать вас в новых видео. Когда они будут, я не знаю, по-честному говоря. Но посмотрим, может быть, я вдохновлённая и что-то ещё сделаю. Посмотрим. В самолёте. Мы в самом кольце. Я, по-моему, так никогда не взяла. Прямо самое последнее место. Мне кажется, она менее удобная. Зато вместе. Вот такой вот вид из окна. Как вам такая стерка? Грунь. Как вам такая стерка? Прямо. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то так много болтала, когда пока-пока не говоришь. Пока-пока, Симба. Е-мой слеткий. Всем пока-пока.